вот такое у нас помещение но здесь выбрать это все надо все это хозяйство ну да но вопрос как чего и зачем до батареи то есть полностью делать не стоит я думаю надо их просто брать сейчас деревянные вот эти раму сбивать обматывать и клеенкой делать теплиц вообще до конца тупо вывести но дело в том что как-то без солнечного света будет грустно я думаю что если здесь будет много сидеть там солнечного света лампы такие понавесить материал есть вам уже сюда вот материал ну я расстал как бы видит чтобы это все было в клеенке ну если взять деревянную раму обматываем ее клеенка делаем теплиц теплица вот стоит песка бетон вода закладывать можно использовать ну да вы что хотите закладывать все все закладывайте деньги будут вырежьте окошко и оставить 10 а сейчас замуруете будь тепло ну да света то есть ты хочешь сказать что если ну одни говорят что если ты клеенкой обмотаешь ну как сделаешь раму из дерева собьешь клеенкой и пеной обдуешь все будет теплица тебе сейчас же что лето будет в общем товарищи мнения расходятся у нас расходятся и мы все думаем одни говорят закладывайте окна другие нет вот посмотрим как лучше всего быть потому что материал вот есть но насколько он будет мрачно здесь темно то есть ты хочешь сказать что если мы пленкой здесь замотаем то это теплица не теплица будет какая-то уже будет тепличный эффект все-таки если двойная раму то есть на стороне на какую сторону выходит на юг на север я думаю что это ближе наркота к юг сейчас сейчас я скажу куда это выходит ну во всяком случае это не так потому что помещение там у нас темновато судя по всему это наш куда это с северо-занк я тут позаложил если есть материал все равно даже окна если делать что такие длинные большие окна они вверху все равно не видно надо где-то внизу делать или потом разбирать мне кажется лучший вариант да заложить все будет капитальная стена я уже капитальности нам когда окошки будут просто вырежешь но сколько по времени заложить чтоб высох если два часа потому что как бы пенопласт ребята дают то есть мы пенопластом стенам заделаю и потом туда на них на него сверху и потом и на эти стены кладем со временем появляется гипсокартон гипсокартон ну чтоб как то был рот вот такие моменты ну да нет пенопластом сейчас я покажу но мы же можем пеной если там остатки остались пеной щели ну пеной щели заделать я понимаю потом придется раскурочивать ну это понятно ну это где-то к осени но хотя бы на 4 месяца чтобы хотя бы тут пустом она остался май да там сентябрь вот пойдет уже октябрь ноябрь вот в это уже пойдет прохладно октябрь-ноябрь это такие месяцы и поэтому то есть нужно все-таки возможно товарищи нужна будет болгарка болгарка для того чтобы возможно и тегами пескобетон будет приблизительно то же самое что и дерево что идея взять дерево и пленку да а сколько сейчас пескобетон стоит то есть на 3 тысячи только вот этого всего да то есть на 3 тысячи только вот этого всего угу есть 2500 хорошо будем иметь ввиду в общем объявляем сбор денег на пескобетон возможно у кого-то есть деревянные такие балки если у кого-то есть мы просто покупаем пленку и затягиваем вот такой вот надо а сколько здесь метров давайте померем вдруг кто скажет у меня дерево есть дерево дерево вырезать навалом не ну нам нужно времянка просто чтоб пленка теплиться Еще раз секунду. Еще раз секунду. Еще раз секунду. Еще раз секунду. А, ты просто так, все понял. 5,50. Метр. 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 Метчик. Метр. Метий. Метр. Ну что, где-то здесь я и встаю. Ну что, я тогда... Что там, все нормально? Ну что, пошли посмотрим. Какие у нас тут другие апартаменты имеются. Вот тут лучше не надо, я не знаю. А может у ребят что-то есть помотерял. Так, а у тебя фонарика нет, да? Ну, вот эта вот комната, к сожалению, света мало. Ну вот ты приблизительно понял, да, что здесь можно какую-то мастерскую сделать, двухэтажную даже. А вот здесь они соревнования будут делать. Соревнования. Ну, всякие спортивные дела. Видишь, можно концерты повелел. Ну, тут глобальная волна проводит супер-пупер рок-н-ц. Ну, ты понимаешь, да, какие... Ну, это как бы не для нас. Ну, как бы в плане того, что... Ну, это если мешать не будет, то... Здесь летающая тарелка убирать. Да. Ну, на летающую тарелку будем тут летать. Сделать такую зину. Стоп, подожди, а может у них есть деревяшка? Смотри, стоп. Вот метровый, смотри. Да, у них дерево есть. Пух, да. После к нему обратиться, стоп, уже и дерево нашлось у них. Загяжники, оказывается. Может туда подойти? Да, ну, поговори, что ребят, есть у вас. Вот, смотри, вот они, нет, 6-метровые. Просто осталось клиненку взять, и всё, правильно? Да. Исковать. Если они дадут добро, то да. Вот, бомбок. Вот, у вас есть бомбок. Знаю, нехорошая. Угу. Да, вот дерево есть. Тогда самый проще вариант будет. Ну, да. Тут же сходил, принёс. Даже ты же. Да, я даже ничего не покупаю, а просто плёнку. Есть электричество, можно тут... Вот, я думаю, что вот таким планом, макаром обшись. Как у них тут этот. Эх. Там тоже, кстати, обшись. Тут они. Я не знаю, сколько они бабла сюда втюхой. Просто я хочу сходить. Пошли, пройдёмся, посмотрим. Ну, блин. Ну, тут они, конечно, красавцы. Вон они, колонны. Да. Да. Ну, да. Ну, надо такой же шкафчик приблизить ему. С поселками. С поселками, да. А когда это самое... Вот. На море ездили, идёшь. Машину побольше. Соселки, колонки. И в оба эти. Дискотек. Да, и отдыхать. Да, дискотеки. На дискотеке зарабатываешь. А, днём отдыхаешь найти деньги. Ну, вот здесь можно было устрать бои роботов. Да. Ну, вот здесь можно было устремляться. Хофе-клуб можно устремляться. Ага. Ну, ладно. Вот так вот. Крутяк. А? Дешёвая машинка. Да. Стиральная машинка. Вот ты можешь постираться, кстати. Прямо-то, да. Ну, смотри, что у людей там не хватило фантазии, да, что это сделать. Я думаю, хватило. Просто деньги же не сразу. Они тут... Я так, потому что замысливаю сделать спорт. спортивный этот состязовый. Ну, что-то такое, да. Ну, у меня тут ребята зашли велосипедизмом заниматься. Но я в этом ничего не понимаю. Но они, блин, у них там... Ну, в общем, кто заходит, у них челюсть сразу. Бабах. Да. Рука. Нам тоже электрику надо делать будет, в стене, в катер. Рука. Хорошо, работай. Непочатый край. Ну, как непочатый. Нам что за задача? Сейчас задача это... Чтоб тепло было, да, всё. Если сейчас дрова, договоришься, в принципе, сзади можно всё это сколотить. Угу. С этой стороны. Прям не скрутить. Угу. Только поставить, и... Да, ещё нужен, товарищи, дамы и господа. Вот видишь, какой зальчик. Вот здесь он отдаёт в эту комнату. Берите под станки какие-то, если нужно станки ставить. Где, вот эта? Вот, вот эта комната. Под мастерскую. Ну, раз машину затащили, то и станок затащили. Я думаю, это же не просто так дверь. Перед тобой. Ну, если обустроиться, я сюда токарный могу. Ой, это фрезерный. Здесь трёх фаск. Подогнать. Если обустроиться. Обустроитесь, получите фрезерный станок. Хорошо. Я тут ничего не понимаю. Ну, это сверлилка. Рабочая? Ну, я думаю, тут ещё... Наверное, не водка, но тут сверлилка. Но я там видел эту самую. Вот где-то проводка, здесь не видно. Трёх фаска валяется. Это уже надо подсоединять. Да. Вы сверлили. Сверлилочка хорошая есть. Ну, что, показатель я тебе сошёл. Это уже, если такой экскурсии. Ну, давай. Пошла, раз пошла такая пьянка. Не знаю. Ярослав, ну, Ярослав вообще того помещения не видел. Ангара. Ну, тут он из них... Ну, да, человек молодец, конечно. Ну, в принципе, я врываться туда по полчаса могу. По полчаса. Угу. Повести. Когда-нибудь... Спасибо. Вот, ты видишь? Вот такое уж... Ну, тут дети заходят, звуста. Вот там катушка Тесла. А здесь... Вот, ребят, Тесла-шоу. А тут у них... Ну, тут я не знаю, как включается. Но через закстекло видно, да? Там сетка и выходят мегавольты. И там всякие представления начинаются. Ну, а там уже сиденья, видишь, сидушки. То есть люди садятся и смотрят концерты представления. Вот так вот. Там вот поющая вверху, видишь, стоит. Ну, тут. Там синтезатор стоит. Точнее, медюшка. И они их заставляют модулировать все это дело. Ну, что, я сейчас, наверное, раз с тобой, потому что надо будет хотя бы электрокарбик купить какую-то. Ну, поехали. Надо пока. Как ты в туалете? Это туалет. А, туалет. Ну, я уже скачу. Ну, пока выживу. Пока.